В России подешевел дизель. По регионам прошла волна снижения цен на дизельное топливо на фоне перехода с морозоустойчивого зимнего варианта на летний. В Москве за прошлую неделю литр дизеля потерял в среднем 77 копеек, в других регионах в среднем 66 копеек. Минфин ожидал падения примерно на 2 рубля, обосновывая это экономикой нефтепереработки, и такой сценарий еще может реализоваться. Оптовые цены на топливо держатся низкими из-за слабого спроса. Фото, РИА новости. Зимний вид дизеля, как и межчезонный, в России производят в основном в период с октября по март, летний же больше всего реализуется с конца марта до конца октября. Производство при этом может продолжаться и в зимний период, но спрос и поставки очень маленькие, если исходить из биржевых торгов. Главное отличие между летним и зимним дизелем концентрация парафинов в составе топлива, это же влияет на цену литра, в зимнем сорте больше депрессорных присадок антигеля, его производство поэтому дороже. Подержанные иномарки до 200 тысяч рублей, топ-5 достойных предложений. По расчетам ВТБ капитала, фактическая историческая премия к оптовой цене зимнего дизельного топлива по сравнению с летним составляет 0,51,5 рубля за литр. Несмотря на, казалось бы, очевидную логику, цены на дизель должны снижаться с переходом на летний сорт, как правило, происходит это на заправках далеко не всегда и, главное, не такими стремительными темпами. В этом плане текущий год отличается для конечного потребителя в хорошем плане. Так, стоимость дизеля на столичных заправках в первую неделю апреля снизилась на 10 копеек до 46,85 рубля за литр, во вторую неделю падение составило еще 77 копеек до 46,08 рубля, следует из мониторинга средневзвешенных цен Московской топливной ассоциацией. Цена бензина при этом не изменилась. В прошлом году за те же две недели апреля цены поднялись на все виды топлив, в том числе на дизель, на 20-35 копеек. Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо. Когда соглашение заключалось в ноябре прошлого года, стороны обговорили, что предельные мелкооптовые цены на зимний дизель могут быть выше цен на летний аналог. С переходом на летний дизель цена литра должна снизиться хотя бы на 1,5-2 рубля за счет действия нового налогового механизма, демпфера, и простой экономической логики, говорил в конце марта глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Исполнение данного поручения не вызовет затруднений. Она отработана в прошлые годы. Нефтяные компании запросят в местной администрации данные о пассивных площадях, о потребностях в количестве, сроках поставок дизеля и заключат прямые контракты с каждым отдельно взятым хозяйством по мелкооптовым ценам октября 2018 года, поясняет процедуру гендиректор компании РК-интегратор Виктор Костюков. Вероятно, спустится с небес и розничные цены до уровня 45 рублей за литр.